С разрешения господина спикера я бы хотела сообщить Палате последние сведения об инциденте в Солсбире и о шагах, которые мы предпринимаем для того, чтобы расследовать этот ответный, призвенный и безрассудный шаг. На прошлой неделе, почти на друзьями, не из-за иностранных и внутренних дел выяснили в детали событий, произошедших в воскресенье 4-го. Я уверена, что вся Палата вновь захочет дан уважения, храбрости и профессионализма наших служб спасения и вооруженных сил, которые отреагировали на инцидент, а также дать дань уважения нашим докторам и медсестрам, которые сейчас лечат пострадавших. Мысленно, мы все сейчас вместе с сержантом-уголовником Бейли, который остается серьезным, но в стабильном состоянии. В ходе инцидента он проявил образец и мужество, которое характерно для наших служб спасения, чем гордится всех. Господин спикер, я хочу отдать дань уважения, силы, духа и спокойствия, с которой люди в Солсбире ответили на эти события, и поблагодарить всех тех, кто помогает полиции в ходе расследования. Данный инцидент, конечно же, вызвал большую озабоченность во всем городе. После обнаружения следов нервно-паралитического вещества в ресторане Зизи и в Паре Зенил, главный санитарный инспектор сообщил о дополнительных мерах предосторожности, однако Министерство здравоохранения сообщило, что риск для здоровья окружающих в МИЗах. Я разделяю нетерпение Палаты и всей страны, желающих привлечь к суду ответственность и принять широкий спектр соответствующих мер против всех людей, которые выступают такими против нашей страны. Будучи нацией, которая верит в справедливость и в торжество закона, важно, чтобы мы шли правильным путем и руководствовались не спекуляциями, а доказательствами. Вот почему мы дали полиции время и пространство действия для выполнения ближайшего расследования. Сынников полиции работали круглосуточный совет в наших вооруженных сил, чтобы собрать и оценить существующие доказательства. Та преступления применит дезактивирующие вещества и отработать каждую из версий, чтобы найти ответственность. Расследование продолжается, и мы должны позволить полиции продолжить свою работу. Господин спикер, этим утром я председательствовал на здании Национального Совета Безопасности, где мы разбирали доступную данную информацию. Как обычно, Совет получил последние данные по оценке, случившегося секретные данные, а также данные о ходе расследования. Абсолютно ясно. В Инскрипале его дочь отравлюл умерно-паралитическим веществом и новоназначения, разработанным в России, данная разновидность веществ известна под названием «Новичок». Данных анализа данного химического вещества, проведенного ведущими мировыми экспертами в лаборатории оборонно-финологии в Порт-Андауне, основываясь на нашей информации о том, что Россия раньше производила это вещество и в состоянии производить его и далее, учитывая опыт России в осуществлении заказных убийств по поручению государства, и учитывая нашу оценку, согласно которой Россия рассматривает перебивщиков как оправданные цели для наемных убийств, правительство делает вывод о том, что с высокой долей вероятности Россия отвечает за действия против Сергея и Юлии Скрипал. Господин спикер, по этой причине мы видим лишь два правдоподобных объяснения тому, что произошло в Солспире 4 марта. Либо это был прямой акт российского государства против нашей страны, либо российское правительство потеряло контроль за своим потенциально чрезвычайно опасным нервным паралитическим веществом и допустил его попадание в руки посторонних людей. Сегодня днем мой достопочтенный друг, министр иностранных дел, вызвал посла России в Министерство иностранных дел и по вопросам сотрудничества, и попросил его объяснить, о каком варианте идет речь в нашем случае, а также объяснить, каким образом производимое России вещество могло быть применено в Солспире против господина Скрипаля и его дочери. Мой достопочтенный друг, министр, заявил, что посол России обязан обеспечить полный и досконально немедленный доступ к программе новичок организации по запрещению химического оружия. Министр выбрал ответ правительства России до конца завтрашнего дня. Господин Спикер, данные действия произошли на фоне уже устоявшейся модели агрессии российского государства. Нелегальная аннексия России и Крыма стала первым случаем после Второй мировой войны, когда одно суверенное государство силой забрало территорию другого государства. Россия спровоцировала конфликт на Донбассе, и она продолжает нарушать национальные пространства некоторых стран Европы, начала продолжительную кампанию кибершпионажей и диверсий. И в этом объекте включали в себя решательства, выборы, взлом сайтов, министры Дании, Бундестага, а также многое другое. В последнее время в обращении к нации президент Путин показал на видеографике запуск ракет, траектории их полета и взрывы, включая симуляцию атаки на Соединенные Штаты Америки с уголовок по Флориде. Внесудебные расправы над террористами и диссидентами России получили легальную санкцию российского парламента в 2000 году. И, конечно же, Россия использовала радиологические сплавсы, варварские атаки на господинах. Мы тогда услышали обещания в помощь в исследовании, но результатом стало отрицание, забутывание и торможение необходимых процедур и правовых норм. Господин спикер, после смерти господина Литвиненко мы выслали российских дипломатов, приостановили сотрудничество в вопросах безопасности, разорвали двусторонние договоренности касательно виз, заморозили имущества подозреваемых и внесли их в международные списки. По экстрадиции эти меры в силе. Наша решимость по содействию коллективной безопасности и обороне в НАТО остается в том, что для училища России. Наши силы, ведущую роль в расширенном передовом присутствии НАТО, и для этого британские силы руководят национальной боевой группы в Эстонии. Мы прошли обращение к Удгарску, в том, где санкции противорожных санкций России. На все время мы продолжаем и продолжим сотрудничать с нашими союзниками. Мы должны быть готовы принять более расширенные меры. Господин Спикер, в среду мы детально будем разбирать ответы из-за государства. Если мы не получим заслуживающего доверия ответа, то мы сделаем вывод, что эта акция стала незаконным применением сил государства против Соединенного Королевства. И я вернусь в эту палату и сообщу о полном списке мер, которые мы примем. Господин Спикер, эта попытка убийства с применением нервно-паралитического вещества в британском городе это не просто преступление против Скрипалей. Это была безрассудная, беспорядочная атака на Соединенное Королевство, которая подвергла риску жизни невинных граждан. И мы не будем терпеть такую бесстыдную попытку убить гражданских лиц на нашу. Субтитры создавал DimaTorzok